Всем привет! Продолжаем разработку нашей игры. И в рамках стажировки нужно было реализовать стейт-машину и поведение врага. Сейчас, когда мы отходим, враг идет за нами, когда нас видит, он поворачивается в нашу сторону и стреляет. Единственное, что он поворачивается как-то немного дерганно, это мы позже поправим. Также у него не очень прикольные пули, но это как бы временные. Мы тоже это поправим. Вот, но самое главное это логика. И давайте посмотрим. И перед этим я хотел показать, что еще я поменял. Например, у нас был пул. И давайте покажу bullet pool. У нас на два момента происходит релиз в пуле. Вот. Получается, когда мы стреляем и пуля попадает куда-то, либо когда заканчивается у нее время, если она летит очень далеко. И как проверить, что пуля не релизится несколько раз? Потому что если она просто будет релизиться, у нас будет ошибка в консоли. Вот. Чтобы это проверить, я добавил интерфейс iRelease, который реализуется в iBullet. Он наследуется и потом реализуется в bullet. Что здесь происходит? Здесь просто несколько методов, которые ставят или возвращают релиз. А его мы записываем уже, когда мы, получается, создаем пулю bullet pool. Когда мы ее создаем и когда мы ее релизим. Мы пересечиваем, скажем так, это поле. Вот это поле. Нет. Вот это поле. И у нас мы можем потом проверять, зарелизились ли пули или нет. Окей. И давайте перейдем к state-машине. Итак, пока что у нас есть вот такие интерфейсы и state-машина. Например, interface iEnemyStateSwitch. То есть у нас будет метод, который будет говорить, на какой стейт мы свитчимся. Для этого нам нужны стейты. Давайте посмотрим. Пока что у нас три стейта. IdleChaseAttacking. Если мы дальше так продолжим разработку, то есть продолжим создавать стейты под state-машину и там проверять много условий, то если у нас будет больше стейтов, разработка будет слишком сложной. Поэтому в будущем мы планируем добавить Behavior3, с которым будет разработка намного нагляднее и быстрее. Но для трех стейтов пока что так. Плюс все, что мы здесь сделаем, для Behavior3 будет переиспользовано. Окей. У нас есть стейты. У нас есть интерфейс, который помогает нам менять ее стейты. Давайте посмотрим на state-машину. State-машина состоит из dictionary, в котором записывается стейт и текущий получается стейт. Вот enemyState, currentState. CurrentState у нас меняется. Здесь у нас конструктор. В принципе, по-разному можно реализовать. Но в данном случае есть state. Есть конкретный state, например, idle, chase и attack, который в конструктор свой принимает тоже какие-то параметры. Дальше dictionary, который состоит из стейтов. Изначально они сетятся сразу. CurrentState у нас изначально idle. И дальше у нас есть несколько методов. В данном случае у нас есть act и switchTo. Метод act будет вызывать на currentState и act. А switchTo будет завершать state, записывать новый state и вызывать текущую, в общем, инициализацию state. Вот, сейчас в exit и в entry там простое время сбрасывается, мы посмотрим. Но туда можно добавить свою логику. Итак, самое главное, что мы на текущем стейте, который записан в dictionary, вызываем метод act. Это какое-то действие. Окей, давайте зайдем и глянем, что у нас в idle state. Здесь у нас конструктор и метод act, который оверайдится. И в данном случае у нас idle. Что он делает? Он проверяет расстояние. Если расстояние больше какого-то расстояния, тогда мы свитчимся на преследование. Давайте посмотрим на метод проверки расстояния. В данном случае у нас targeting класс, в котором есть разные методы для проверки разных расстояний. Ну, вот так посчитали реализовать и, в принципе, интересно. Также у нас есть numDistanceType, который говорит, на каком расстоянии кто. Можно по-разному, получается, проверять это все дело. Тоже есть несколько методов. Давайте посмотрим getDistance. Здесь есть distanceChecker. То есть у нас реализовано передвижение пока что просто на translate и без navMesh. Вот. Окей, вот такой интересный distanceChecker. Но хотел бы обратить внимание на метод getCurrentDistance. Так как он будет вызываться у многих врагов и очень часто, то нужно его оптимизировать. Я его уже оптимизировал. Давайте посмотрим, как он был до этого. Давайте посмотрим, как он был до этого. И он у нас просто брал вектор 3Distance, одно расстояние и второе расстояние, и потом проверял его. Я поменял на проверку distance и беру сразу square magnitude. Потом проверяю не просто на расстояние, а на квадрат расстояния. Такая проверка на некоторых устройствах намного быстрее, потому что извлечение корня, вот здесь, например, это дорогостоящая операция, и лучше его взять сразу. Поэтому вот такая микрооптимизация, возможно, на некоторых устройствах оно будет работать лучше. Вот. Окей. Дальше этот distance приводится к distance type, у которой заранее заданы значения. Вот. И мы проверяем, какому distance он соответствует. Здесь, конечно, есть уязвимость в том, что если значения будут какие-то другие, то будет ошибка. Но пока что так. Окей. Также хотел обратить внимание, что если мы пишем такие методы, как onDrawGizmos, лучше их оборачивать в define, чтобы они не попадали в build и не работали зря, скажем так. Ну, по крайней мере, точно не попадали в build. Так они попадают. Окей. Давайте перейдем обратно к нашим стейтам. idleState. Проверяя дистанцию, свитчет на chase. Давайте посмотрим, что у нас в chaseState. В chaseState у нас тоже проверка дистанции. Если таргет близко или далеко, вот, то мы меняем, соответственно, состояние на атак или idle обратно. Вот. Также мы в chase двигаемся. И вот у нас движение. Через Raycast реализована логика. Также хотел показать, как было до этого и что я добавил. До этого у нас просто брался обычный physics Raycast. Physics Raycast, он как бы возвращает Raycast, и это как бы тоже дорогостоящая операция в плане того, что создается новая память под это все дело. Если есть методы, например, Raycast non-alloc или другие там physics non-alloc, они не выделяют дополнительную память, и это намного дешевле получается в будущем, чем просто выделение памяти. То есть если у вас есть возможность использовать non-alloc методы, лучше их использовать, потому что они выйдут дешевле из-за несоздания памяти. Так. Окей. Non-alloc методы. Дальше. Давайте посмотрим на атак. И в принципе здесь что у нас происходит. У нас есть время кулдауна. Оно проверяется. Мы атакуем и оно ресетится. Вот. В принципе все, что я хотел показать. Надеюсь это было полезно, интересно. И всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...